Вечер добрый всем поклонникам футбола. Пятый день чемпионата мира позади. Итоги трех сыгранных матчей подведем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а самое главное новое сегодня, как ни странно, связано с командой Хорватии. Никола Калинич покинул ее расположение. И главный тренер шашечных, Златко Далич, прокомментировал эту информацию. Он ее, в общем-то, и подтвердил. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Калинич действительно покинул расположение сборной. В матче против Нигерии он отказался выходить на замену. Но причем такая ситуация и произошла с ним уже во второй или даже третий раз. Видимо, он просто не готов играть на чемпионате мира. А мне нужны здоровые игроки. Ну, я думаю, что хорваты уж как-нибудь со своими проблемами разберутся. Благо, есть Марио Манджукич великолепный. Ну, а начинаем мы сегодняшний наш мини-обзор. Давайте так назовем. С первого матча игрового дня Южная Корея против Швеции. От этого матча вот лично вы ждали яркого футбола? Потому что я не ждал. Я его не получил. Ну, то, что футбольная сборная Южной Кореи способна на гораздо большее, нежели хоккейная команда этой страны. Мы это понимали. Но мы знали, что будет оборонительный, невеселый футбол в исполнении этой страны. У шведов, да, есть яркие исполнители. Но то, что это будет фонтанирующий матч с обилием моментов, красивых комбинаций, как-то мне в это не верилось. Расскажите вы, Павел, ваше впечатление накануне этого турнира о сборной Швеции, потому что это первый для шведов большой турнир без Златана Ибрагимовича. Ну, собственно говоря, я не считаю это минусом. Во-первых, мы знаем, что шведовичи хорошо выступили в квалификации. То есть многие забывают о том, кого они опередили. И я не могу сказать, что Швеция это такой, скажем, крепкий середняк. Нет, это команда, которую вполне, допустим, можно держать даже где-то на уровне сборной Бельгии. Один момент. Второй момент. Ведь, как я уже только что сказал, я не считаю отсутствие Златана Ибрагимовича минусом. По нескольким причинам. Один из них со Златаном Ибрагимовичем в Швеции не всегда блистала. Это раз. Во-вторых, мы все прекрасно знаем, что такое, когда команда строится вокруг одной суперзвезды. Это очень слабая позиция. И лучше иметь сбалансированный хороший коллектив, чем, допустим, одного человека, который тянет за собой всех и, конечно, которого, в принципе, легче приклеить, чем 11. Да, и мы смотрим яркие моменты этого матча. Моментов этих у Южной Кореи было немного. Прекрасный шанс не использовал еще до перерыва Берк. Тот самый, которого мы помним еще по молодежной сборной Швеции. Но в итоге на свой гол, наверное, скандинавы в этом матче абсолютно точно наиграли. Любопытно просто, каким образом этот гол родился. Вот эта система ВАР мы совсем скоро увидим. Она, в общем-то, вновь помогла арбитрам в непростой ситуации. И в этой связи мне бы хотелось задать вопрос вам, Владимир Николаевич, потому что вы-то футбол смотрели, комментировали в разные эпохи. И вот ВАР, система ВАР, она действительно является какой-то эпохальной. И этот турнир, в том числе и благодаря ВАР, запомнится? Влад, мой ответ, он предсказуем. Естественно, современные технологии, которые позволяют, чтобы торжествовала справедливость, чтобы объективная оценка, подход к тому или иному моменту оказывалась самым важным. Тот случай, когда человеческий фактор субъективный, тысячу и один пример мы знаем, влиял на исходы матчей. И не надо бояться того, что будет где-то чуть больше остановок, чуть больше каких-то пауз в игре. Не будет искажаться спортивный результат и все, что с ним связано. Да, вы правильно заметили, потому что Хуэль Агилляр, он ведь сразу главный арбитр этого матча, он не отреагировал на эпизод, а только потом при помощи видео своих ассистентов разобрали этот эпизод и в итоге подошел к 11-метровой отметке Андрес Гранквист, один из самых опытных игроков шведской сборной. И он пенальти реализовал, вот такая вот эмоциональная радость. Пожалуй, этот момент и с ударом с 11-метровой отметки, и сам пенальти, который здорово разобрали все без исключения судьи, это вот самый главный момент этой встречи. В целом шведы на мяч превосходства, опять-таки, на мой скромный взгляд, точно наиграли. Швеция дальше встретится на турнире с командой Германии. В Сочи это произойдет 23 июня, если я не ошибаюсь. И многие говорят, что это матч, учитывая поражение немцев в первом туре, матч за выход из группы при определенных раскладах. Но это северное дерби, я бы даже так его назвал, несмотря на то, что Германия, конечно, значительно южнее, но мы прекрасно знаем, о чем идет речь. И состав, собственно говоря, сборной Германии тоже, может, не совсем такой германский, да, Тевтонский. Но в целом это очень даже хорошо с точки зрения интриги. То, что немцы потеряли очки, первый момент. Второй момент, естественно, все сразу заговорили о том, ну, допустим, о чемпионате мира 2010 года, когда простоволосилась сборная Италии и стали проводить параллели. Посмотрим, Иохим Лев сразу же это все отмел и сказал, что здесь никаких параллелей вообще не должно быть. Насколько это будет соотноситься с делом, действительно, матч против шведов должен дать ответ. И, конечно, еще один важный момент. Понятно, что сборная Германии оказалась в неприятной ситуации, но вместе с тем и в крайне непривычной для себя, как она из нее будет выкарабкиваться. Лев сказал, да, нам надо делать там серьезные уроки из этой осечки, из этого поражения. Зная его как высшей степени грамотного профессионального тренера, понимаем, что это не просто слова. Но как эта работа над ошибками произойдет? И под этим углом мы с интересом ожидаем предстоящего матча между немцами и шведами. Но игра будет суперинтересной. Матч Бельгии и Панамы, встречу, которую вы, Павел, комментировали, в общем-то, наверное, никакой интриги и не было, хотя по итогам первого тайма она родилась. Я больше скажу, в любая встреча имеет интригу. Маленькую, большую, локальную. И это не уже это доказало. Конечно. И здесь, безусловно, интрига была. Ну, во-первых, Панама, дебют, команда, которую... Ну, мы знаем, на каждом чемпионате мира практически такие коллективы есть. Ямайка 98-го года, Гондурас 2010-го, хотя я не могу сказать, что там был дебют гондурасов. Но всегда на любом чемпионате есть такие команды. Здесь у нас их две. Исландия, Панама. Но, опять же, мы даже с исландцами не можем Панаму поставить рядом, потому что Исландия уже зарекомендовала себя великолепно два года назад на чемпионате Европы во Франции. Здесь реально мы сейчас должны были увидеть, как творилась история этого небольшого народа, футбола, о котором мало что было известно предыдущие годы. Да, по сути, только когда стало известно, что Панама обыграла в квалификации Коста-Рику, а американцы проиграли Тринедаду и Табага. Все заинтересовались. А что же это, собственно, за коллектив такой? Ну и во встрече с такими монстрами, как сборная Бельгии, был еще один вопрос. А как себя бельгийцы проявят, в конце концов, на серьезном турнире уже с Роберто Мартинесом? Потому что это золотое поколение, собственно говоря, уже как-то так притомило всех в ожидании реализации своего необыкновенного потенциала. Ну и, признаться честно, по первому тайму я должен был сказать, что тенденция продолжилась. Все эти звезды, Эден Азар, Кевин Дебрюйна, Лукако, Мертенс, все они, которые присутствовали в стартовом составе, вот вспоминая, как они играли на клубном уровне, там, Азар в Челси, Дебрюйна как чемпионат в Манчестер-Сити, Мертенс в Наполе, такое ощущение, как будто им вот зажимают их потенциал, их энергию практически наполовину, и они никак не могут себя проявить в должной мере. В первом тайме, по крайней мере, так оно и было. Но по итогу, с учетом того, что сборная Панамы очень возрастная команда, в среднем возраст практически к 30 годам, стало понятно, что при всех прочих еще и физическое состояние будет сказываться с течением времени, и первый вот этот быстрый гол в начале второго тайма в исполнении Мертенса, мяч с наклевом, это тот самый случай, когда мы можем сказать, талант сыграл свое, и он, конечно, очень многое определил. Были шансы у сборной Панамы, там пошли замены, попытался Гомес освежить как раз фланги, но Тибо Куртуа очень хорошо действовал. Я, кстати, хочу еще сказать, что ладно, там с Панамы так сыграли еще пока, на ноль, но как дела будут обстоять, ну, допустим, даже с той же Англией, не знаю, как там с Тунисом, Тунис тоже оказался боевой командой, об этом поговорим чуть попозже, но были проблемы в защите, Компании пока травмирован, вернется он, будут ли они лучше играть, не знаю. Ну, боятане Компании, конечно. Да, но втроем вот они, когда действуют, да, там Фертонген, Фермалин, так, к примеру, Альдер Вейрельд, вот эта система с тремя защитниками, которую использует Роберто Мартинос, по крайней мере в игре с Панамой, да, это уже о чем-то говорит, она давала иногда сбои, благо, что и либо панамцы промахивались, либо хорошо играл Куртуа. Ну, а дубль Лукаку, это, в принципе, наверное, ну, закономерно в некотором роде, это важно в психологическом отношении, потому что Лукаку очень сильно зависит, как и любой форвард, от ощущения уверенности в своих силах, а что, как ни голы, страйкеру дают эти ощущения, это уверенность, поэтому я думаю, что для Бельгии это, конечно, очень хороший результат, а сборная Панамы оставила очень благоприятные впечатления своей вот этой смелостью, видно, что люди вышли на матч чемпионата мира по футболу не отбывать номер, а творить историю, и каждая минута доставляла им удовольствие, и, откровенно говоря, матч мне понравился в этом плане. Ну, Бельгия, это понятно, многие считают ее теневым фаворитом, и понятно, что у команды много хороших качеств и классных футболистов. Мне бы хотелось все-таки еще раз по Панаме. Многие считали ее накануне этого турнира самой слабой командой чемпионата мира, самой возрастной и самой слабой. Вы сегодня в этом убедились или, скорее, получили опровержение этим словам? Ну, во-первых, само понятие самое слабое, это очень относительно и субъективно. По результату по игре пока самое слабое это Саудовская Аравия, по факту. То есть, конечно, та же Панама могла пропустить и больше, но они атаковали лучше и качественнее, чем это, допустим, было у саудитов во встрече с хозяевами. Владимир Николаевич, Бельгия для вас это команда, которую уже можно смело назвать топ-командой, грандом на международном уровне, или все-таки пока очень осторожно к ним необходимо относиться? Влад, я бы несколько под иным ракурсом захотел бы ответить на ваш вопрос. До перерыва нет инструментария, чтобы измерить в треть, там, в четверть реального своего накала, своих возможностей играли бельгийцы. Явно, может, была недооценка, может, было желание малой кровью бесспорного аутсайдера переиграть. Плюс ко всему, до перерыва абсолютно у европейцев не было целостного, их игра командная не производила целостного впечатления. Да, были звезды, да, были солисты, но та же беда, чуть забегая вперед, которая, на мой взгляд, сегодня присутствовала в игре сборной Англии, то же самое до перерыва не удавалось бельгийцам. Конечно, после паузы между таймами команда вышла с иным настроем, это чувствовалось. Ну и мы с вами знаем сценарий матча, когда едва ли не от первой до последней минуты идет проверка. Ребята, насколько вас хватит давление на ваши ворота, беспрестанных атак. И в конце концов оказалось, что команды, которые больше все-таки были озабочены не пропустить, держать атакующий натиск более мастеровитого, более опытного соперника. Но тот случай, когда атака фаворита оказалась сильнее обороны, но вроде бы не такого статусного оппонента. Что ж, о матче Тунис-Англия мы тоже поговорим. Впереди масса интересного, но после небольшой рекламы. Впереди мы обязательно поговорим о матче Англия-Тунис. Ну а пока давайте виртуально переместимся в Москву, где очень плодотворно и старательно работает наша творческая группа. Футбол это чемпионат мира, это не только футболисты, это еще и журналисты. О них и пойдет речь в сюжете Сергея Москевича. Чемпионат мира по футболу для простого болельщика это эмоции, это отдых, а вот для журналистов это сумасшедшее время. Каждая минута на вес золота. Сюжеты, включение, колонка в газету, все делается для того, чтобы удивить своего читателя, своего зрителя. На чемпионате мира работают десятки тысяч журналистов, представляющие не только страны, сборная которых играют на Мундиале. Мировое футбольное первенство – это своеобразный тест для комментаторов, корреспондентов. Тебя слушают, читают, а потом оценивают миллионы болельщиков. Для кого-то это уже не первый топ-турнир, для кого-то дебют на таком соревновании, но каждый выкладывается на 100%. Вы знаете, я горжусь тем, что я не футбольный комментатор, но футбольный обозреватель, который задает вопросы уважаемым футбольным людям, получает на них исчерпывающие ответы. Я работаю до матчей, я работаю в перерывах и после окончания. Меня это вполне устраивает. Я как посол чемпионата мира от Москвы, имел довольно большое количество так называемых броней для того, чтобы попасть на стадион. Все раздал друзьям, моим близким, дорогим людям, потому что для них важнее посетить стадионы. Я надеюсь, что я схожу на какой-нибудь футбол, но пока работа здесь в студии на Воробьевых горах, в студии Востанкина, и для меня это кайф на самом деле. Большое количество пресс-центров, причем открытых не только на стадионах, не пустуют. Многие телекомпании организовывают студии. К слову, нашей съемочной группе удалось посмотреть, как работают коллеги с телеканала Матч ТВ. Студия на Воробьевых горах удивила своим наружным дизайном. Она сделана в виде футбольного мяча. Внутри ничего лишнего, но есть все для нормальной работы ведущего и гостей. Если посмотреть, что здесь происходит каждый вечер, мы обязательно будем искать селфи по всему миру, потому что болельщики приезжают со всего мира, обязательно все фотографируются. Здесь он действительно производит огромное впечатление, в том числе на меня, хотя далеко не первый турнир, пять олимпиад позади, только выездных. Задумывалось, как главный турнир спортивный для России за последние годы. Предыдущая – это Олимпиада в Сочи, следующая – это университет в Красноярске. Грандиозный турнир, сколько людей приехало в нашу страну. Так что понимаете, что должно быть освещение на самом высоком уровне. Надеюсь, что нам это удается. Первый эфир уже после стартового матча игрового дня. Последний – после заключительной игры. При этом проблем с гостями-экспертами никаких. Они с удовольствием идут на эфир. Очень охотно, в том числе происходят такие истории. Наши продюсеры качественно работают. Здесь такой центр притяжения, фан-зона, супер-студия, что уже несколько раз люди просто проходили мимо и оказываются у нас в эфире. Потому что здесь проходят люди, которые играли за сборную России. Они приезжают сюда посмотреть на всю эту красоту, как Иван Новосельцев. Люди с ним знакомы, наши продюсеры. Увидели его, пригласили в эфир. Питер Адембинги тоже сегодня приехал пообщаться с кем-то из наших комментаторов. В итоге тоже с удовольствием пришел к нам в эфир. Футбол – игра миллионов. Он интересен всем и во всем. А значит, работы на чемпионате мира журналистам хватит всегда. Сергей Маскевич, Михаил Клещенко, Павел Самет. Специально для дневника чемпионата мира. Сборная вперед! Итак, Англия-Тунис. Владимир Николаевич, вы работали на этом матче. Какие впечатления он вам подарил? Очень непростая победа англичан. И дело даже не только в том, что уже в компенсированное время эта виктория была достигнута. Но, кстати, в этом матче мы убедились, что и одна звезда, один лидер может решить судьбу той или иной встречи. Ну, это к разговору о роли Златана. Харри Кэйн. Ураган был не просто потому, что именно так с английского переводится сочетание его имени и фамилии. Конечно, англичане привезли явная смена поколений. Гарри Цаутгейт привез команду, которая по среднему возрасту входит в число трех самых юных на турнире. Ну, что говорить, Джордан Пикфорд, вратарь, проводил четвертый матч за сборную, первую официальную встречу. Англичане здорово начали момент за моментом. Уже, наверное, к минуте десятой они могли запросто вести 3-0. Муэс Хосен, ну, этот вратарь. И он, кстати, лишь четвертый матч проводил, творил чудеса. И, тем не менее, на одиннадцатой минуте встречи угловой о роли стандартов еще раз мы говорим. Мощнейший выстрел метров с десяти Джона Стоунза, центрального защитника трех львов. В непостижимом прыжке Хосен мяч достает, но сумасшедшее космическое голевое чутье Харри Кейна. В нужной точке он оказывается в нужную секунду. На одиннадцатой минуте сборная Англии повела 1-0. И вот момент, на мой взгляд, неоднозначный. Тридцать пятая минута встречи. Кайл Локер отмахнулся, руку в сторону выставил и заехал в соперника Фахредина Бен Юсефа. Колумбийский арбитер Вильмар Ролдман, это тридцать пятая минута встречи, назначил пенальти. Джордан Пикфарт, ему всего ничего не хватило. Считанных не то, что может быть сантиметров, а миллиметров. Англичане здорово атаковали, но правда в основном благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков. На мой взгляд, сам понимаю, что с этим посылом можно и спорить. И тут какое-то целостное впечатление от организованных умных командных действий не осталось. Ну а вот момент, когда Харри Кейна, игрок тунисской сборной, ну завалил самым откровенным образом в своей штрафной площади. Там и штанги играли, и выносили мяч с линии ворот. Последних эпизодов, по-моему, как минимум 2-3 было. Но вот эпизод у Джесси Лингарда. На 16-й минуте Муэс Хассен, вратарь, который здорово начинал встречу, получил травму. Бен Мустафа его заменил, кстати, очень удачно вошел в игру. Сборная Англии имела несомненное преимущество на протяжении всей встречи. Да, пресс давление, да. Но большую часть второго тайма реальных-то моментов родоначальники футбола так и не создавали. До 90-й плюс первой добавленной минуты, когда очередной стандарт, не только в этом матче, в целом на чемпионате мира угловой, оказывается для сборной Англии успешным. Вот буквально, как сказали бы шахматисты, на самом флажке дружина, которая возглавляет Гаррид Саутгейт, вырывает победу. Да, большое давление, да, массу физической, нервной энергии африканцы оставили на поле. И вот мы видим потери концентрации. Харри Кейн абсолютно один. Там, наверное, в радиусе как минимум 3-4 метров никого из соперников рядом с ним не было. Но и кстати, к разговору о пенальти. Если я правильно считаю, подсчитываю, это пятый 11-метровый штрафной удар на этом турнире. За весь турнир в Бразилии пенальти было лишь 6. Тут уже повторили количество мячей, которые были забиты непосредственно со штрафных. Три в России и три за весь турнир в Бразилии. Так что, точка отсчета, естественно, предыдущий мундиаль. И мы уже видим, как в известном смысле и в этих статистических ракурсах этот чемпионат выглядит симпатично. Тяжелейшая, еще раз повторю, победа, подводя черту. Конечно, чертовски наверняка, невероятно уж, извините за это слово, обидно тунистам, которые держали удар, терпели. Ну вот несколько минут, недотерпели роль личности в истории. И финиш этого матча еще раз нам подтверждает, сколь важный и этот момент, и в футболе. Безусловно, Харри Кейн очень крут и на клубном уровне, и на уровне сборных. Мне бы хотелось еще одну тему применительно к сборной Англии затронуть. Потому что, ну, вы-то разные, наверное, Англии еще помните, но на моем веку это команда, которая всегда преодолевает какие-то страдания и, наверное, в большей степени неудачи. От этой сборной Англии Гарта Саутгейта уже несколько обновленной на родине, это, в общем-то, немного вас ждут. Может быть, это момент раскрепощения для этих парней? Влад, очень сильное на них давление. Два крайне неудачных предыдущих топ-турнира. Хотя Саутгейт говорит правильные слова, мы на этом не зацикливаемся. Это в прошлом. Да, у меня хватает опытных бойцов, но и молодые игроки, которые какие-то эти комплексы, они им просто чужды. Ну, что тут говорить? Каждого из футболистов сборной Англии, благодаря нашим трансляциям, пример лиги, я уверен, наши постоянные зрители знают не хуже, чем игроков Тамбате, Минского, Динамо, Шахтера. Мне бы хотелось еще раз посмотреть эпизод с пенальти, потому что, ну, во многом он добавил нервов, да, английской команде. До этого момента все было в порядке. И моменты были, и гол забили. Что здесь, еще раз? Ну, Владимир Николаевич, мы вашу позицию слышали. Ваше мнение, коллеги. На мой взгляд, это очень глупый, но пенальти. На мой взгляд. Но не бесспорный. Не бесспорный, безусловно. Павел, что вы думаете? Ну, опять же, мы говорим о пенальти, о решениях. Да, действительно, мы можем вернуться к теме видеоповторов и сказать о том, что они действительно помогают. Но, с другой стороны, в матче Португалии и Испании все убедились, что видеоповторы тоже иногда не дают ответа на вопрос, а действительно было ли нарушение правил или нет. Одни считают так, другие считают по-другому. Сборная Франции, допустим, не лишилась победы благодаря видеоповторам. Здесь точно такой же исходит. То есть человеческий фактор никуда не пропадает. Предусмотрительность, не знаю, предвидение какой-то арбитра вот что решает. Вот как он видит этот эпизод, все равно в любом случае ответственность остается за человеком. Это все равно субъективный взгляд. И это хорошо, на самом деле, потому что мы за это и любим футбол, потому что он оставляет пищу для размышлений любому человеку. Это субъективный вид спорта, и этим он и прекрасен. А эта тема, она реально вечная. Мы видим примеры матчей разного уровня. Родного чемпионата Еврокубков, чемпионата мира, когда абсолютно разные подходы у арбитров. Даже, ну мы считаем, что на таких топ-турнирах работают-то, как бы там FIFA не развивал географию арбитров, тем не менее, все-таки профессионалы, арбитры высокого уровня. И все равно мы видим порой просто полярные оценки, чуть ли не под копирку одних и тех же одинаковых эпизодов. Может быть, не самый интересный сегодня был игровой день, но на самом-то деле он подарил нам и матчи с интригами, и очередные обсуждения пенальти, было или не было. Голов, к сожалению, было немного сегодня. Мне бы хотелось с вами обсудить, какой вам мяч больше всего сегодня понравился? Ну, семь голов я не думаю, что это так мало. Ну, с игры давайте все-таки возьмем. Ну, допустим, да. Ну, в моей встрече все практически голы с игры. Конечно, Мертенс забил потрясающий гол, то есть я бы выделил его. Дрис Мертенс. Почему не мяч первый Лукако? Потому что, на мой скромный взгляд, потрясающая передача Гебрёйна. Да, если мы так оцениваем, да, мы же все-таки гол считаем, прежде всего, это удар, вот, то, конечно, безусловно, подача Гебрёйна была просто шикарной. Это был высший пилотаж. Но, если уж говорить о ударе, ударе прицельном, таком, чтобы, вот, как мы сейчас видим, действительно бросить мяч за шиворот вратарю, ну, Мертенс сыграл с ходу удар, не знаю, из хоккейной терминологии вонтаймер, то есть один из наиболее сложных, то есть удар в одно касание, это, конечно, прекрасно. Ну, а в конце концов он был не только красивым, но и суперважным для Лукако. Да, первый гол. Ну, и этот гол, кстати, Лукако был очень важен, потому что второй мяч очень многое решает. Но здесь я совершенно с тобой, Влад, согласен, и в репортаже это тоже выделял, то, что подача Гебрёйна в лучшем виде. Ну, я стоит только надеяться, что этот великолепный наш с тобой любимый игрок проявит себя на этом чемпионате мира, потому что он этого достоин. Владимир Николаевич, ваш выбор. Я даю пальму первенству также тому мячу, благодаря которому бельгийцы открыли счет. Но, на самом деле, здорово, что вот эти три мяча бельгийских, они разные по типологии получили, согласитесь, да? И удар красивый, и позиционная атака с прекрасной передачей, и третий мяч, он ведь тоже супер, да? Образцово-показательное контрнаступление с передачи Азара и завершение в касании. Ну, и так получилось, что я рассуждал как раз в начале этой атаки о том, какое влияние имеют представители английской премьер-лиги на этот чемпионат вообще, и на сборную Бельгии в частности. Ну, так и получилось, что передачу голевую сделал лидер Челси на форварда Манчестер Юнайтед. И, собственно говоря, мы в очередной раз с вами убеждаемся, вот как раз на фоне, может, какой-то такой нервозной игры сборной Англии, насколько английская премьер-лига неоднозначный турнир, прежде всего, для самого английского футбола. Быстро ответьте на вопрос, Павел, у меня только что родился Кейн или Лукако для вас? Кейн. Все, можно без объяснений. Завтра тоже очень интересный игровой день. Во-первых, матчи группы A самые важные, как многие считали, еще до турнира. Россия сыграет с Египтом, но и заключительная группа турнира там Колумбия сыграет с Японией, и Польша против Сенегала, на мой взгляд, самая непредсказуемая группа этого чемпионата мира. Букмекерская компания Париматч, давайте поиграем. Завтра я бы все-таки из этих трех два матча выделил. Ну, во-первых, начнем Польша-Сенегал, потому что я вижу его очень непредсказуемым. И в этой встрече я бы поставил на сенегальцев с нулем, с небольшой подстраховочкой. То бишь, если эта команда не победит, то будет возврат денег. Если она победит, то вообще все в шоколаде. И там 2-3, по-моему, коэффициент около этого. Ну, и для Сенегала Польша удобная команда. И все, кто вышел с первого места на чемпионат мира, Польша больше всех пропустила. А Сенегал очень хорошая атака. Я вот от этого и схожу. Ну, я, честно признаться, на стороне поляков вполне возможно, что и букмекеры тоже в этом отношении поддерживают сборную Польши. Мне кажется, добротный коллектив у наших западных соседей и с африканцами, в принципе, мне кажется, у них должно получиться. Не исключаю, что этот матч может завершиться в ничью. Вполне, вполне. Это возможно. И, естественно, игра очень важна и для россиян, и для египтян. Россия и Египет. Учитывая, что Мохаммед Салах, как пишут, как говорят, в этом матче примет участие. Что ожидать от этой игры? Ну, начну, наверное, с себя. Я бы поставил, как вот вы, Владимир Николаевич, по отношению к предыдущему матчу, который мы разбирали, я бы поставил на ничью. И там очень хороший коэффициент за тройку. Как бы ни был талантлив, способен на многое МО, не будем забывать, что у него продолжительное время, долгое отсутствие игровой практики. Мы не знаем до конца, в какой степени он здоров, как он себя будет чувствовать комфортно или нет. Исключительно исходя из этих суждений, я полагаю, что, возможно, сборная России выиграет с разностью в один мяч в разнице. 1-0 или 2-1. Павел? Результативная ничья, но я остается только надеяться, что никто из состава сборной России больной плечо трогать не будет. Интересно, что Египет, Россия идет фаворитом в этом матче букмекеров. Париматч играют они. Выигрываете вы. Владислав Татур, Павел Баранов, Владимир Новицкий работали для вас сегодня. Смотрим дальше чемпионат мира. Главное событие четырехлетия.